Владимир Владимирович, день добрый. Расскажите, пожалуйста, про вашу связь с Мариинским Посадом. Я узнал, что есть такая связь. Добрый день. Мне 38 лет. Я родился в декабре 1984 года. И в марте 2004 года я студентом третьего курса был направлен от Института урбанистики разрабатывать схему территориального планирования Мариинско-Посадского района. Дело в том, что тогда отрасль урбанистики после развала 90-х в стране только воссоздавалась. И фактически команду, разрабатывающую различные схемы территориального планирования, собирали с нуля. И в республике Чувашии, которая тогда была абсолютно передовой республикой в части разработки новых документов терпланирования, не советских, а уже на основе рыночной экономики, собственно, с ней работал Институт урбанистики Санкт-Петербурга, который вынужден был с учетом дефицита кадров направлять таких специалистов, мягко говоря, не сильно высокого опыта. Но я все-таки был достаточно продвинутым, поэтому усиленно скрывал свой паспорт, рассказывал, что мне уже 20 с небольшим, что я имею уже опыт разработки нескольких генпланов. И, честно говоря, я, конечно, на всю жизнь запомнил Мариинский посад, который для меня первый район, первый город, который дал возможность себя попробовать в профессии. Мне кажется, попробовать достаточно успешно, потому что, несмотря на это, мы с большой, так сказать, теплотой отнеслись к этому проекту, очень подробно проработали документ. И я готов ответить еще на вопросы. Два вопроса будет. Первое ощущение, которое вы увидели в Мариинском посаде, что вот, что было? Ну, первое ощущение, в итоге это был март, зима, много снега, и при этом уже часть из него в сером виде. И, конечно, вроде бы отличный повод, приехав из Санкт-Петербурга, ну, мягко говоря, расстроиться, да, от увиденного. Но, на самом деле, мне очень понравился город. Во-первых, своей какой-то такой теплотой, да, и мы понимаем отлично, что Волга, рельеф, историческая застройка, пусть и находящаяся не очень в хорошем состоянии. Но, на самом деле, меня впечатлило. Я увидел, что, на самом деле, в небольшом 12-14-тысячном городе есть жизнь из Петербурга. Честно, иногда возникло ощущение, что ее быть не может. И я понял, что есть огромный потенциал у территории. И, наверное, мы понимаем отлично, просто в таких небольших городах нужно не стесняться, не стесняться того, что вы самобытны, вы можете быть интересны. Тем более, когда вы находитесь фактически на главном проспекте России, река Волга, проплывают крупные туристические корабли. Всем известен, например, кейс-премьер города Мышкин, Ярославской области, который как раз благодаря усилиям Вячеслава Леонидовича Глазачева, а именно благодаря этому прекрасному ученому, специалисту, мы здесь сегодня в Чпоксарах собрались. И держайте, да, любые проекты, они реально могут быть полезными не только для жителей города, не только для жителей Чпоксарской агломерации, которые легко к вам готовы будут приехать, потому что ехать совсем недалеко, но и фактически всем россиянам, которые вот идут по этому переносному смыслу и главному проспекту России реки Волги. А у вас для этого есть все. Набережная, историческая застройка. Не обязательно, да, чтобы все это там сияло просто какой-то суперновизной, потому что на самом деле главное это люди, главная их радушность, главное это наличие каких-то функций, кафешек, небольших мастерских, каких-то мини-музеев. Поэтому дерзайте, не останавливайтесь. И я уверен, что, знаете, когда есть активные сообщества местные, всегда найдутся инвесторы, господдержка. Всегда все под ваш успешный флаг встанут, ну и на самом деле чем-то поможет. Поэтому с любовью к Марпасадскому району.